Итак, здорово, мои молодые черёмушки! Я вам тут секретик принёс небольшой, а точнее его механику. Механику криков в Скайриме. Здесь вот я обнаружил, да, все мы знаем то, что в конце сюжетной линии, ну, точнее, ближе к концу, мы получаем дракона себе в услужении по имени Адавин КДМ. Вот, и все мы знаем то, что КД на этот крик очень маленький. И иногда хочется полетать на драконе, после чего мы юзаем подчинение воле на него, садимся и летим в Асваяси. Некое такое такси, можно так выразиться. Так вот, дело в том, что всё это время я как дурачок, я думаю, как и многие, если кто-то очень сильно любит полетать на Адавинге, кричали подчинение воле. Но вот самая неудобная херня во всём этом процессе, да, во всём этом подчинении, это то, что ты постоянно косишь этим подчинением воли, потому что Адавинг очень сильно любит летать тудым-сюдым в непредсказуемых вообще траекториях, я не знаю, вот эти вот все полётики. Так вот, как же сделать так, чтобы летать на Адавинге можно было и без подчинения воле, и при этом попадать в него не нужно было? Я эту механику нашёл только сейчас, в 2021 году, 1 мая, между прочим. Да, сегодня. Интересненько, да, как же так сделать? Дело в том, что на официальной вот этой вот скроллс-вики, где написаны там вот всякие примечания, что можно сделать с этим Адавингом, да, там написано, мол, юзать подчинение воле, сесть, лететь, и всё у тебя будет сладко-классно, но вот только это подчинение, да, опять же, хрейм попадёшь, и у него очень большой откат, там аж несколько минут, ты после этого не можешь юзать абсолютно никакие крики. Показываю, рассказываю о своей теме, которую я нашёл, и дело в том, что там, на той странице, об этом нет вообще ни слова, то есть вообще прям. Чтобы вызвать Адавинга, нужно максимально зажать кнопку Z, чтобы использовать крик на все три слова силы. Но по... и тогда он прилетит. Но после уже того, как он прилетел, и вам хочется на нём скатнуться, достаточно крикнуть только первое слово силы, а именно О. И уже на нём можно ехать, летать без какого-либо подчинения воле. Но только здесь есть небольшая... небольшой вопрос. Я не знаю, работает ли эта тема без Даунгвард. Я не знаю, работает ли эта тема... Если у тебя подчинение воле не изучено вообще никак на ноль. Хрен его знает, хрен его пойми, как это работает, но это чисто случайно. Я обнаружил, когда хотел заюзать на него подчинение воле, но забыл сменить крик и такой... Ай, блин, я не сменил! Отжал кнопку, крикнул О, а он всё равно приземлился и... и всё. Типа я такой, ну нихрена себе в натуре нихрёвая девуля, да? В общем, кто любит полетать на драконах, пользуйтесь. Интересно, довольно-таки прикольная тема. И что самое важное, тебе не нужно целиться, не нужно ничего. Ты просто кричишь О! И всё. Неважно, где он там находится, он к тебе прилетит, сядет, вы там поболякаете и т.д. и т.п. И КД нету. После подчинения воле. Вы просто смотрите, да? Сейчас вот я засейвлюсь. Какое после этого идёт КД, там долгое, оно там на несколько аж минут, представляете? Вот такая вот, блин, фигня, пацаны. Так что... Всем крайне рекомендую к использованию. Можете у себя потестить. Может быть, у меня так оно работает, я не знаю. У себя потестите. Работает, не работает. Потом отпишитесь себе. Дело в том, что об этом, об этой механике реально нигде не написано. Ни на странице Крика, ни на странице Адовинга, ни в самой игре. Где здесь? Вот, вызов дракону, вот. Это неофициальный патч, он половину игры делает на английском. Ну, такие вот дела, пацаны. Всё. Пишите, пользуйтесь. Надеюсь, вам эта новость была полезна. Всем большое спасибо и до встречи на данном стретче, как говорится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.